И теперь еще мне нужна ваша обратная связь по поводу того, видно ли экран. Видно ли. Видна ли презентация, да? Все. Да, все хорошо. Приветствую, Оксана, смотрю, добавляются участники. Рада вас всех видеть. Ну что, не будем, как это говорится, долго тянуть. Вообще, сегодня мы с вами поговорим о том, как эксперту выстроить онлайн-бизнес-систему, уделяя работе 20% времени и получать 80% дохода. Кто, кстати, хотел бы себе такую систему, напишите мне в чате «Хочу систему». Я вообще всегда за диалог, да, не то чтобы я там в монологии подвещала одна сама для себя, а буду периодически к вам обращаться, чтобы с вами общаться. Хорошо? Договорились? Напишите, кто хотел бы вообще, в принципе, такую систему выстроить. Денис, тоже добрый день. Вижу, присоединяйтесь. Значит, о чем мы сегодня с вами поговорим? Давайте я, наверное, вот так переключусь. Буду комментарии ваши видеть только вот под, короче говоря, под постом. О чем сегодня поговорим? О том, из чего состоит вообще система онлайн-продаж, которая позволяет уделять работе 20% времени и получать 80% дохода. Поговорим о том, с чего начать, что должно быть у эксперта, чтобы создать себе вот этот регулярный доход от 300 тысяч, да, до миллиона плюс и выше. Поговорим о том, какие вообще есть сейчас воронки продаж, какие работают, как вести бизнес без выгорания, какая схема облегчает продажи на высокий чек и как привлекать платежеспособную аудиторию. То есть это все будем сегодня разбирать. Вообще этот эфир будет максимально полезен для экспертов разных ниш, для твердых экспертов. Это могут быть и коучи, и бухгалтера, и финансовые советники, и наставники, эксперты по отношениям, астрологи, тренера ораторского мастерства, репетиторы иностранных языков. То есть те эксперты, у которых уже есть какой-то продукт, есть кейсы, то есть поэтому они являются твердыми, да, что они уже кому-то помогли. И вы уже продвигаетесь, скорее всего, где-то на просторах интернета, в частности, там, в Нильзаграме или по сарафану привлекаете клиентов. Также для наставников и для предпринимателей, кто хочет выстроить бизнес-систему онлайн, но пока что развивается в оффлайне. Которые хотят увеличить поток клиентов за счет внедрения обороны к продаж и привлекать только платежеспособную аудиторию. Которые хотят повысить чек на свои продукты, да, то есть вы понимаете, что вы уже выросли с чека, в который вы продаете, но как повысить, нет понимания, да. Которые хотят увеличить свой доход в 2, там, в 5, а кто-то даже и в 10 раз. Работать меньше, зарабатывать больше, собрать команду и настроить их работу эффективно. А также, кто ищет эффективные способы привлечения новых клиентов без огромных затрат на рекламу и маркетинг. Кто хочет продавать на теплую аудиторию, привлекая холодную, и это абсолютно реально, я вам сегодня расскажу даже кейсы. Кто хочет расширить свой бизнес и выйти на новые площадки в другие соцсети. Кто не может уже долгое время сделать запуск своих программ, хотя вроде бы я понимаю, как это сделать, да, но не получается. Тоже напишите мне, пожалуйста, в комментариях, если у вас, ну, у кого есть сейчас такая ситуация и совпал хотя бы один пункт, чтобы я понимала, что я не в пустоту и не просто так, и вообще это все не придумано мной, да, это действительно так есть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, дайте обратную связь. Вот. А также для тех, кто уже продавал свои продукты, но сейчас видит, что старые методы не работают, и вы получили отказ в доходах. Вот это, наверное, такая прям боль сейчас. Я много с кем общалась, и мне вот именно эту историю ребята называют, что да, вот так у меня не работает, перестало работать. То есть у кого перестал работать прогрев, так как раньше, а как по-другому сделать его результативным, вы не знаете. Кто ищет возможность автоматизации работы с клиентами с продажами? Ой, что-то громко, кто-то прям... Давайте пока будем писать в комментариях, а уже там в конце эфира голосом пообщаемся. Вот. Кто хочет выйти в онлайн, хочет вести онлайн бизнес в легкости, да, без выгорания и сложных схем. Ребята, у кого есть такая сейчас ситуация, вот хотя бы из тех пунктов, хоть один у кого-то совпал, напишите там, мне знакомо. Дайте мне обратную связь в комментариях. Я вижу, у нас тут шесть участников, и никто не пишет. Артем, кто там у нас сейчас еще, я прям посмотрю. Так, 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 так. Оксана, Денис, Алекс, возможно, у кого-то из вас. Дайте мне обратную связь, есть ли у вас такое или нет, или у вас все прекрасно, и вообще я сама с собой разговаривала. Жду ваши комментарии, буду очень благодарна им, да, опять же, чтобы мы с вами более продуктивно сегодня пообщались. Вот. Честно скажу, если, как говорится, оставить вот эту историю, да, как бы ничего не менять, то результатом чаще всего может быть это расфокус в действиях, да, возможность атоматизации, Артем поставил, хорошо. Если ничего не менять, то результатом может быть расфокус в действиях, непонимание своей стратегии продвижения, то густо, то пусто в продажах, истощение и выгорание, много действий без результата, некая такая имитация бурной деятельности, как я это называю, вроде делаю, результата нет, да. Слив рекламного бюджета и зря потраченное время. Вот чтобы нам с вами к этим результатам, не дай бог, не прийти, да, сегодня вы поймете как раз, как выйти из рутины, как собрать вовлеченную в ваше дело команду, освободить 80% своего времени, запустить воронку продаж на автомате, запустить трафик, выстроить систему с регулярным доходом от 300+, да, там у кого-то получается на 500, у кого-то даже на миллион плюс получается выстроить эту систему в зависимости от стартовой точки. Кайфовать от легкости продаж, получить признание и реализовать свой внутренний потенциал. Я ценю ваше свое время, поэтому сразу говорю тайминг. Контентная часть у нас примерно займет 40-50 минут, и если у вас останутся вопросы, онлайн-разборы, тоже примерно там 30-40 минут. Поэтому в эфире мы будем, ну, порядка часа, возможно, полтора, да, будет зависеть от количества ваших вопросов. Ну и также я знаю, что здесь на марафоне и вот под записью эфира вы сможете забрать подарок, статью от меня, как эксперту-наставнику увеличить свой доход в три раза и освободить 80% своего времени без рутины, выгорания, усталости. То есть я знаю, что в описании под этим эфиром у вас будет возможность эту статью забрать, почитать, или, возможно, вы даже ее уже прочли. Ну, пришло, я думаю, время представиться. Я думаю, все, кто хотел, у нас уже присоединились. Зовут меня Измайлова Юлия, эксперт по продажам и продвижению в соцсетях, стратег. Вообще в моем арсенале порядка 65 способов, где брать аудиторию и как ей продавать регулярно, и в онлайне, и в оффлайне. Опыт имеется, как говорится. Также я являюсь видеомаркетологом. Больше пяти лет у меня было агентство видеомаркетинга. Мы работали с онлайн-школами в продвижении через YouTube. Я сейчас вам покажу некоторые из этих результатов. Обучила также на протяжении этих пяти лет. Я делала запуски своей флагманской программы. Она называлась YouTube-маркетолог. И обучила более 250 человек продвижению на YouTube. То есть ребята пошли либо свои каналы развивать, либо развивать каналы клиентов. И, соответственно, зарабатывать. Бывало такое, что девчонки выходили на уровень дохода в разы больше меня в моменте. Вообще мой личный результат в бизнесе, опять же, когда я открывала агентство со 100 тысяч, как специалист, я, собрав команду, сделала за два месяца 800, а за 2,5 уже был миллион 200. То есть благодаря тому, что у меня была выстроена правильная технология, у меня получилось сделать такие классные результаты. Сейчас со мной в наставничестве за два месяца клиенты с нуля вырастают до миллиона рублей выручки. Сегодня тоже вам расскажу, как они это делают. А через две недели работы продают свои продукты за 300 тысяч одним чеком. Вот. Если говорить про YouTube, сейчас, конечно, его замедлили, но, тем не менее, органический трафик все еще можно оттуда получать. Были такие классные результаты, когда клиенты за три месяца бесплатно за счет правильной стратегии видео, да, правильных тем, за счет того, что правильно структура видеороликов была. Получали, сколько у нас там за три месяца, плюс 45 тысяч подписчиков живых, целевых, и зарабатывали 2 миллиона всего лишь с одного источника трафика, да. Ну, в принципе, все это можно посмотреть на моем канале. Есть и кейсы, и отзывы, все зафиксировано, в контексте там было-стало, да, до-после. Вот такой формат видеороликов я записывала, их можно все, естественно, посмотреть, убедиться в этом. За пять лет, в принципе, я сделала больше трех миллионов подписчиков своим клиентам, клиенты разных форматов абсолютно, вот Екатерина Федорова, например, у нее, в общем, она сексолог, тоже эксперт по отношениям. Елена Сюр, 64 тысячи подписчиков у нее на канале уже, у нее, получается, психолог, коуч она. Академия Юлий Бульбаш, Таро Гуру, это касаемо обучению Таро, 53 тысячи подписчиков. Александр Деянов, 32 тысячи подписчиков, результат, это, по-моему, промышление у него был канал. Йога Рагелин, Оксана Рагелин, удалось сделать 532 тысячи подписчиков. Онлайн-школа Гейша, ну, сама за себя название говорит, да, 186 тысяч подписчиков. Одни из моих любимых каналов, вот, Сила в мысли, там уже больше миллиона подписчиков. Вот, кстати, на этом канале мы за первые три месяца и сделали 2 миллиона в доходе. Первый месяц там был 300, второй 700, третий миллион. То есть, вот так, понарастающие, регулярные, то, что я люблю, да, как говорится, выстраивать у экспертов стабильные регулярно растущие продажи, да. Наталья Катряева, банкротство физических лиц, 102 тысячи подписчиков, сейчас уже больше на самом деле. Вот то, что я вам рассказывала про мои личные результаты, да, чеки, оплаты, договора, как я сделала за два месяца, не в одиночку, естественно, да, 800, потом уже и миллион 200. Как вам такие результаты, кстати? Дайте мне обратную связь, там, напишите огонь, классно, здорово. Это, не знаю, там, как вы считаете, прикольно было бы получить такие результаты. Но, естественно, сейчас я вам расскажу, что, да, как я сейчас работаю, то есть сейчас не только YouTube используем в продвижении. Огонь. Благодарю вас за вашу обратную связь, да. Смогла бы я это сделать одна? Ну, конечно же, нет. Я выстроила процессы взаимодействия с командой таким образом, что ушла практически, вообще я занималась только стратегией и два раза в неделю со звонами с командой, да. У меня были ассистенты, были менеджеры, которые реализовывали, ну, скажем, продвижение, да, клиентов, были таргетологи, которые занимались рекламой. И у них была выстроена технология, как часики, то есть они друг другу передавали, ну, как бы, работу с проектами. Один сделал свое дело, приступил второй. И вот так вот по кругу мы работали с клиентами, да, благодаря правильно выстроенной технологии, инструкциям, отчетности и так далее. Вот, поэтому без команды, уж поверьте, я бы такое сделать одна никогда не смогла. Вообще, я знаю, что сейчас у многих экспертов, у наставников, у вас наверняка уже есть опыт, есть знания в продвижении, в продажах, у вас есть уже свои продукты, да, вы совершаете различные ежедневные действия, и трафик привлекаете, и там воронки продаж выстраиваете, и консультации проводите, и с клиентами работаете, и посты, схемы прогревов тоже кто-то сам себе пишет. И все это на самом деле действительно приводит к выгоранию, потому что многое, а еще хуже, что я слышу от экспертов, все сама. Вот есть здесь такие, кто делает сам, напишите, я сама или я сам, кто все делает сам, дайте мне сейчас обратную связь, тоже в комментариях, как у вас вообще в этом, в этом деле сейчас обстановка. Делаете сами или уже команда есть, хотя бы один человек может быть. Это прям очень важно. Кому знакома вот эта история, может быть, кто-то уже подвыгорел, понимает, блин, я задолбалась все сама делать. У меня все сам. С ассистентом задумался. Вы в правильном месте, Артем. Сейчас вообще прям контент мега для вас полезный будет. Ну, честно говоря, агентство я закрыла в 22-м году, так как я поняла, что я уже выросла чисто с площадки Ютуба, да, и я перешла в новую нишу менторства, потому как был опыт у меня запусков и через ВК, и через Нельзя Грамм, и через Яндекс.Директ, в общем, много чего перепробовала за 5 лет, да. Я поняла, что знаний моих намного больше, чем просто Ютуб, поэтому я создала новую систему, бизнес-систему, назвала ее по моей авторской технологии Easy Money, она основана на моем опыте, опыте моих клиентов, и она приносит регулярно и мне, и моим клиентам от 300 тысяч, плюс кому-то 500, кому-то уже миллионы приносит. Состоит она из 5 таких очень важных элементов. Первое – это создание фундамента эксперта. Кстати, замечаю, что большинство экспертов почему-то пропускают этот первый пункт и идут сразу куда-то там в привлечении трафика, в какие-то там продажи, а потом понимают, что то, что у них есть, то, что они хотели продавать, не продается или продается плохо. В общем, сегодня поделюсь с вами, как это все выстраивается. То есть из 5 элементов состоит система – создание фундамента эксперта, делегирование, продажи, трафик и воронки прогрева и продаж. И все они, в общем-то, друг без друга будут либо не работать, либо работать плохо. Итак, переходим к первому элементу – это создание фундамента эксперта. Я, кстати, вам рекомендую взять сейчас там ручки, блокноты и для себя отмечать важные моменты, которые вы заметите. Потому что будем анализировать и вас самих, вы сами будете это делать. Значит, первое, что сюда входит? Это упаковка уникального позиционирования эксперта. Как бы что это такое? Очень часто слышу от экспертов, я уже 100-500 раз делала распаковки, упаковки, уже там сколько можно. Какая здесь история? Если человек ко мне приходит, допустим, на разбор какой-то, и я понимаю, что у него есть какая-то история, либо нет автоматизации, либо нет команды, либо плохо продается продукт, который он хочет продавать, либо он хочет сменить аудиторию, например, либо он сам вырос уже. Кстати, в случае, когда вы уже сами выросли и хотите поменять свою упаковку и позиционирование, то это, конечно, вот первый этап, первый элемент упаковки уникального позиционирования с учетом тех мыслей, навыков, мышления, которые у вас есть на данный момент, это самый важный момент. Понятно, что если вы там в одной теме уже там 5-10 лет, здесь этот этап можно только усилить под рынок, потому что рынок сам меняется. Поэтому в любом случае без упаковки уникального позиционирования вашего конкретного в данном моменте, не то, какие вы были год назад и какая программа ваша была год назад, а именно сейчас под рынок, его нужно подстраивать. Сюда же входит идеальный клиент, готовый покупать без возражений, то есть описание этого идеального клиента, особенно это важно для тех, кто хочет перейти на новый уровень, более платежеспособной аудитории. Упаковка востребованной продуктовой линейки, ну здесь я думаю, хотя нет, поясню, здесь имеется в виду тот путь клиента, по которому вы его ведете через свою продуктовую линейку, то есть благодаря упаковке продуктовой линейки востребованной у вас и выстраиваются как раз-таки постоянные регулярные продажи, потому что вы клиента переводите из продукта в продукт. И продающая упаковка социальных сетей. Тоже периодически слышу, у меня уже упакованы соцсети, как бы, что мне там еще переупаковывать. Вот прямо прочекайте себя. Ну, допустим, возьмем тот же Телеграм-канал, вот у меня сейчас основная социальная сеть, мой Телеграм-канал, да, и в остальных я там дублирую. Мне он приносит ежедневно, там получается, от трех заявок на либо разборы, либо на мои какие-то мастер-классы, да, которые я провожу. Вот если вы считаете, что у вас есть продающая упаковка социальной сети, и она вам не приносит ежедневно от трех заявок, ладно, давайте так это облегчим задачу, от пяти заявок в неделю, если не приносит, то продающей упаковки социальной сети у вас нет. Вот прямо сразу сниму розовые очки. Хочется, чтобы вы это понимали. То есть как только вот этот первый элемент у вас налажен, да, настроен, вы сразу же получаете понимание конкретно, кто вы, кто ваш идеальный клиент, какую цену, если вы несете аудитории через создание востребованного продукта, ну, здесь имеется продуктовую линейку, да, и уникального позиционирования. Элемент второй – это, конечно же, продажи. Я его назвала быстрой продажей, потому что все мы понимаем, что можно там выстраивать воронку или там настраивать автоматизацию и месяц, и два, и три, а жить-то на что, да, то есть нам нужны, естественно, деньги. Причем быстрые, желательно, да. Что способствует получению этих быстрых продаж? Это супер-офер под реальную потребность вашего идеального клиента из первого пункта, да. Это быстрый трафик для поиска аудитории на интервью. Это скрипт решенческого интервью и продажи на повышенный чек. Ну, наверняка, я думаю, каждый из вас уже успел услышать, что такое КСД, вопрос, глубинное интервью. Вот решенческое интервью – это похожая технология, но более глубокая, я бы так сказала, где вы действительно понимаете все желания, потребности своей аудитории и сможете потом это грамотно упаковать в воронку. Быстрый трафик, опять же, здесь уже внедряется вот эта история с делегированием, то есть я вообще против того, чтобы эксперт там занимался самостоятельно какими-то рассылками, он может это сделать, конечно, где-то по теплой базе, но основные все моменты, касаемые привлечения аудитории, теплый, холодный и взаимодействия с ними, это вот руками ассистента. Я вам сейчас еще позже буду рассказывать, как. Вот, то есть после этого этапа, да, то есть здесь ваша команда настраивает трафик и поток клиентов на ваш уникальный продукт, и вы повышаете чек в продажах, как раз-таки благодаря тому, что вы лучше знаете потребности аудитории и можете быстрее и проще донести цены взаимодействия с вами и выгоды, да, выгоды, почему стоит именно с вами пойти в программу, например. Третьим этапом идет продажа через продающие мероприятия. Что сюда входит? Структура продающего эфира с конверсией в заявку более 50%. Вообще открою вам секрет, если вы хотите или продаете, или у вас не получается продавать на высокий чек, вообще как продают, как сейчас можно продавать на высокий чек? Вообще два варианта основных. Это либо личный созвон, например, когда человек после автоворонки уже горячий к вам пришел, он уже понимает вообще, про что речь, да, вот это вот происходит продажа на высокий чек, либо через продающие мероприятия, поэтому очень важно уметь проводить их правильно с повышением конверсии, да, то есть мои эфиры обычно заканчиваются конверсией в заявку, ну, порядка 70%. Вот, здесь я написала более 50%, потому что это реально так. Прогрев через посты и видеоконтент, да, сюда же входит, сбора аудитории на эфир и обеспечения доходимости до эфира. Кстати, напишите, кто уже использует видеоконтент у себя в продажах, ну, там, может быть, вы рил записываете или вы как клипы, а кто еще не использует, но видит в этом перспективу. Есть у нас здесь такие, дайте мне тоже, пожалуйста, обратную связь. Вообще, как вы относитесь к видеоконтенту? Тоже напишите. У нас Анна, Артем самые активные. Благодарю вас, вы получите самый максимум с этой встречи. Так, сейчас я посмотрю, кто еще у нас в эфире. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Светлана, Лена, Ирина, вижу. Используете ли вы уже видеоконтент в своих продажах? Или же пока не используете, ну, видите вы в нем вообще для себя перспективу или нет? Ну, мне просто интересно. Видеоконтент отлично заходит, лучше всего эфиры. Артем, благодарю. Да, как я уже говорила, это два основных источника, вот один из них попроще, да, кто-то любит лично пообщаться, кто-то любит провести эфиры. Не все готовы проводить прямые эфиры, я не использую. Анна, вам прям для роста. Но история с бесплатными консультациями, разборами, да, то есть личные продажи именно на теплый трафик, да, сейчас на холодную аудиторию практически невозможно, если только не суперпродажник, да, продать на высокий чек. То есть если у вас выстроена воронка, то вот история с личными там созвонными какими-то, с теплым трафиком, это тогда прям для вас, да, будет для вас классной системой. То есть здесь вы внедряете стратегию продаж через прямые эфиры, повышаете вовлеченность аудитории в контенте и на эфирах и делаете продажи легко. Вот у меня по такой технологии в мае был челлендж, там мы, правда, практически видеоконтент не использовали, использовали сейчас в другом случае, расскажу. Здесь, а нет, хотя вру, был, да, были там у нас прямые эфиры, были. И у меня был клиент Инесса, она эксперт по налогам и бухгалтерии, она за май месяц, благодаря вот этой технологии, через прогрев, через контент плюс эфир, она сделала 608 тысяч рублей за май 24-го года. Она потом пришла ко мне на один из интенсивов, тоже, по-моему, про Телеграм я проводила, и вот написала такой отзыв, говорит, представляете, я вот заработала 608 тысяч, типа год уже занимаюсь наставничеством, и вот сейчас только на такие доходы вышла. Вот, еще был кейс у меня Наталья Устинова, она наставник экспертов на старте, с ней мы тоже использовали технологию прогрева на холодную аудиторию, то есть у Инессы там больше по теплому трафику было, а здесь и теплый, и холодный трафик. То есть когда Натали ко мне пришла, у нее не было вообще понимания, где ей людей брать. Она не знала, как писать посты в блоге, чтобы они аудиторию увлекали. Вообще у нее очень мало аудитории было там, то ли 100 человек в каком-то чате, и не было продаж ее наставничество. За три недели мы ей простроили систему, она взяла помощника, мы ей привлекли холодный трафик через Телеграм, ну, платными способами, да, она научилась с теплой базой работать руками помощника, и сделала продажу наставничества за 120 тысяч рублей. А еще чуть позже написала мне, говорит, Юль, я еще на 55 продала из людей с холодного трафика. Вот, то есть там еще один продукт ее. У меня даже записан с ней видео, такой видеоотзыв, да, где я ее интервьюирую по поводу того, как и что она делала. Можно посмотреть в моем канале. Вот. Дальше. Четвертый элемент, как я уже говорила, это запуск изимания воронки. Что входит сюда? Распаковка всех элементов воронки, подключение воронки в боди, настройка трафика и, конечно же, контроль и оцифровка ключевых показателей. Естественно, все это собственными ручками эксперт ни в коем случае не делает, да, он там воронку сам не собирает, это все делегируется либо помощнику, либо подрядчику, вот, соответственно, здесь вы внедряете надежную систему продаж с доходом от 500 тысяч на автомате через изимание воронку. Потому что, когда у вас есть вот эта технология прогрева без вашего личного участия, человек приходит к вам уже либо на созвон, либо на какой-то продукт прогретый и готовый покупать без возражений, да. И, конечно же, один из очень важных элементов, который все четыре предыдущих, так сказать, сопровождает постоянно, да, это вопрос делегирования. Подбор и создание команды мечты сюда входит, контроль ключевых показателей и планирование работы команды, масштабирование вашей системы доходов 2-5, у кого-то даже в 10 раз, и запуск массового трафика. То есть здесь вы создаете эффективную команду, которая берет на себя основную рутину через многоканальный трафик и масштабируете свою бизнес-систему. Сейчас хочу разобрать более подробно, да, так как мы с вами уже несколько раз сказали о том, что здесь очень важно, да, не делать все самой, чтобы не получить выгорание и зря потраченное время и слитые деньги, да. Вообще, скажу вам честно, что если ваш уровень дохода на данный момент меньше миллиона, то вот эту бизнес-систему вы можете реализовать даже при наличии всего лишь одного сотрудника. Это личного ассистента, да, либо личного помощника. Вот сейчас прям самое внимание, все взяли ручки, блокнотики, дайте мне обратную связь, все ли готовы, потому что сейчас буду давать контент, который прям нужно прям применять, да. Где и как взять вот такого ассистента мечты, который поможет вам в ближайшее время выйти на ваш желаемый там 300-500 миллион и поддерживать эту историю регулярно, да, и регулярно расти в доходе. Ну, во-первых, конечно, вам нужно прописать задачи, которые хотите делегировать. Прямо садитесь и выписывайте. Разделить по столбикам эти задачи, чтобы понимать, какие специалисты вам нужны в команду, да. Записывайте, я вижу. Здорово. Написать оффер для рассылки в чаты, да, то есть вы уже поймете, какие задачи будут для вашего конкретного помощника, что вы хотите ему передать. Пишите вакансию, ну, я его оффером называю, для рассылки в чаты вакансий и в вашем блоге, ну, либо на ресурсах по поиску работы. Дальше. При отклике отправляете тестовое задание со сроком исполнения. То есть, если вам же нужно понять, какие навыки, да, у человека, соответственно, тестовое задание должно быть, ну, коррелировать тому, что будет делать. Если он монтаж будет делать, значит, тестовое задание по монтажу. Если он там посты будет оформлять, значит, тестовое задание по постам. Если он там у вас... В общем, мы сейчас доберемся, что можно диагировать. Понятно, тестовое задание обязательно. Дальше. Проводите одно собеседование для всех кандидатов. То есть я как делаю, да, у меня, допустим, там 15 заявок пришло, или 20 желающих, да, помощников. Я всем выдала тестовое задание, посмотрела, кто, как быстро его выполнил, насколько качественно. Обычно половина людей отсеивается, то есть из 20 остаются 10. И вот эти 10 человек я всех зову на собеседование. И там я задаю им вопросы, слушаю, какой у них был опыт, вообще на что они нацелены, что ими движет, мотивирует. Вот. Рассказываю, естественно, обговариваю сразу зарплату, ввожу в курс задач, необходимых мне для выполнения, да, смотрю там, что люди про себя говорят, и обязательно даю испытательный срок. Испытательный срок может быть там неделя, там 10 дней, у кого-то даже до двух недель. У меня бывает и две недели испытательный срок. Вот. Соответственно, вы же будете человека, ну, как-то и обучать где-то в каких-то моментах, чтобы он выполнял правильно то, что должен. И вот этот испытательный срок как раз поможет и вам, и ему показать, насколько вы там сходитесь по скорости, по взаимодействию. Ну, насколько устраивает вас, да, то, как ваш ассистент действует. И, естественно, контролируем ежедневно своего ассистента. Так, Артем, не понял. Одно собеседование для всех кандидатов одновременно, да? Для всех кандидатов одновременно. Я не рекомендую для каждого делать отдельно, потому что вы сольете кучу времени. Вот. Поэтому, да, одно собеседование для всех. Теперь переходим к задачам. Какие задачи делегировать вообще в принципе? Есть такая большая ошибка, что делегировать то, чем я не хочу заниматься, ну, как бы не совсем верно, да? То есть вы здесь должны четко прописать задачи, которые планируете ассистенту передать. Вот. Допустим, он будет заниматься у вас какими-то там рассылками или работать с теплой базой, или там инвайтом заниматься. То есть вы прям четко должны понимать, что конкретно в день он делает и в каком количестве. Для того, чтобы его работу контролировать и понимать, какие конверсии в ваших действиях, там, в ваших офферах, в ваших воронках. Ну, вот, допустим, у меня, например, есть у ассистента задание, там, делает рассылку оффера ежедневно, там, 100 чатов. И я вижу, что, допустим, из 100 чатов у меня там переходов в воронку 10. Для меня это хорошая конверсия, да? Если я вижу, что всего 2, значит, оффер у меня плохой. Если я вижу, что у меня перестали приходить заявки, я спрашиваю ассистента, а что у нас с рассылками? Она, да, вот там, например, заблокировали номер. Окей, берем новый номер, как расходник, да? И, соответственно, я должна вот этот момент контролировать. Понятно, это на первых этапах, да? Понятно, что сейчас у меня ассистент уже сразу говорит, что там нужен новый номер, чтобы выполнялась эта задача качественная и в срок. В общем, чтобы вы могли вовремя корректировать и рассчитывать, какое количество трафика вам необходимо для продаж, вам необходимо понимать четкие задачи и их контролировать. Какие вообще, в принципе, ключевые задачи ассистента? Это может быть сбор целевой аудитории по чатам. Это рассылка оффера в личку по базе целевой аудитории или в чаты. Это закуп номеров, распаковка аккаунтов для рассылки. Ну, это если мы про Telegram говорим, да? Инвайт. Поиск экспертных каналов для организации интерактивов или взаимных пиаров. Рассылка приветствована за сообщение новым подписчикам или запись на вашу бесплатную консультацию. Оформление сторис, оформление постов, их публикации в вашем блоге или их публикации во всех соцсетях. Оформление презентаций, помощь в проведении прямых эфиров. То есть, в принципе, ключевые такие. А там уже смотрите, под что вам нужен человек, да? Вот. Сколько платить? Да, самый такой тоже частый вопрос. И сколько ему за все это платить? Ну, самое приятное, что платить вы ему будете не сразу, как только вы его взяли. Во-первых, у него там испытательный срок в дни 10. Во-вторых, оплата ассистенту всегда идет по факту, да, после проделанной работы. Ну, как бы, честно скажу, вот на чем не стоит никогда экономить, это первое, на работе вашего помощника-ассистента, и второе, на трафике. Да, если вы хотите расти и регулярно, прогнозируемо, да, зарабатывать там на 20, 50 или 100% больше каждый месяц. Поэтому достойная оплата, честно говорю, гарант отличного результата от работы с ассистентом и настроенную долгосрочную работу. Чтобы определить размер оплаты ассистенту, здесь нужно смотреть об объеме задач, да, договориться, и на каких площадках будет выполняться работа ассистента. Примерный расчет, оклад может быть там, ну, порядка 10 тысяч, и, возможно, процент в качестве дополнительной мотивации. То есть у меня есть такая мотивация у ассистента, так как она занимается определенными задачами по тому, что на мой канал регулярно подписываются новые потенциальные клиенты, да, если они приходят ко мне в работу, покупают какие-то мои продукты, то, соответственно, я ей оттуда даю процент. То есть мой канал сейчас, ну, практически полностью растет за счет действия ассистента. Ну, и зарплата ассистенту выплачивается один раз в месяц или два раза в месяц по итогу, да, уж там, как вы с ним договоритесь. Где искать такого суперпомощника? Да, как я уже говорила, есть огромное количество чатов и в Телеграме, чаты вакансии наверняка вы видели. На Авито можно разместить, сайты вакансии есть, естественно, биржи фриланса тоже там есть возможность разместить вакансию, такие там, как Work, Workzilla, например. У себя в блоге вы тоже можете разместить или же поинтересоваться по знакомым, да, возможно, вы ходите на какие-то нетворкинги. Не может быть, вы хотите взять человека, который будет конкретно из вашего города, тогда вот тоже как один из вариантов. Если мы говорим про мой кейс, да, я уже несколько раз тоже произнесла, то что у меня канал, вот я сделала сегодня только скриншот, вот с 17 июня по 17 сентября, по сегодняшний день, видите, вот стабильный рост. В принципе, что я для этого делаю? Я публикую регулярно контент, провожу эфиры, а так, в принципе, руками ассистента в среднем за неделю ко мне приходят от 120 до 160 подписчиков и 3-5 заявок в неделю на стратегический разбор, да, когда я их делаю. И все это вот через рассылки в личку, через инвайт и через различные интерактивы. То есть у меня конкретные задачи у ассистента, которые я каждый день контролирую, чтобы они выполнялись, и у меня канал регулярно растет. Плюс, ну, естественно, я не только в Телеграме развиваюсь, я и через видеоконтент развиваюсь, и монтаж Stories Reels у меня делает помощник, и вот эту презентацию она мне оформляла. Ну, то есть, соответственно, у меня человек полностью загружен, да, необходимой работой, которой делать надо, но я не буду делать это сама, как говорится. Такую же историю мы настраивали вот у Димы Белых, финансовый советник. Вообще, он когда ко мне пришел, он являлся сооснователем офлайн-бизнеса, не помню, там или стройка, или кровля, который приносил ему порядка 75 миллионов в год. Но так как он отучился на финсоветника и стал, ну, и себе, во-первых, настроил портфель, стал другим помогать разобраться, да, с этой историей, то есть выстроить правильно финансовый портфель. У него не было понимания системы онлайн-бизнеса, вот он пришел, говорит, у меня вот 500 подписчиков в Инстаграме, в Телеграме у меня ничего нет, в онлайне я вообще ничего никак не умею продавать, хочу систему, чтобы у меня вот эта история с финансовым советником продвигалась, и, соответственно, люди приходили, покупали мое сопровождение. За два месяца мы систему ему выстроили, да, по привлечению дорогих клиентов онлайн, мы определились с его позиционированием, с его аудиторией, которая будет покупать без возражений, с чеком продажи. Он тогда за 100 тысяч продавал свое сопровождение, при работе со мной поднял на 300. В Телеграме у него мы сделали руками помощников полторы тысячи живых подписчиков, и Дима заработал миллион 30 тысяч рублей за вот два месяца. Он продал потом часть своего офлайн-бизнеса, как и хотел, уехал в путешествие с семьей, получил четкий план масштабирования онлайн, и сейчас он занимается именно вот этой историей продвижения масштабирования своего дохода. Причем, я вам скажу, это были месяца декабрь и январь, когда вроде бы, по мнению некоторых, да, ничего не продают и не покупают. Он сделал за декабрь 500, у меня прям есть скриншот с его отзывом, и за январь 500. Вот вам регулярные стабильные продажи. Вера у меня была, мы с ней, кстати, тоже, она ко мне пришла когда, говорит, у меня там, я не понимаю вообще, что делать, за что хвататься. Я вроде инсту веду, а дорогая аудитория ко мне не приходит. То есть они мне все говорят, что нам дорого. Она продавала свое наставничество за 100 тысяч. Да, у нее тогда была уже воронка на продажу курса за 5000 рублей ее дешевого от репайера. Но, говорит, я хочу перейти на новую аудиторию. А как мне это сделать, вообще не понимаю. И благодаря одному даже первому этапу за две недели она получила четкий план движения к цели, делегировала рутину ассистенту, стала делать сама результативные действия, потому что перестала вот в рутине копошиться, да, и она сделала продажу наставничества. Мы поменяли ей позиционирование. Мы чуть-чуть его докрутили, да, провели решенческие интервью, про которые я вам говорила в самом начале, самый первый этап. И за две недели второму человеку на решенческом интервью, вот те самые быстрые продажи, которые я вначале рассказывала, она продала за 300 тысяч. Вот так, может быть. Вот. Кто хочет массово привлекать трафик на своей соцсети чужими руками, на автомате прогревать и за 20-30 минут превращать холодного подписчика в горячего, получать 3-6 заявок в день на свои программы, привлекать платежеспособную аудиторию, чтобы клиенты вам сами писали с допросом о покупке ваших слуг, и кто хочет понятную стратегию роста вашего дохода в 2, в 5, в 10 раз, для вас у меня есть дополнительный подарок, но всего 5 мест, потому что я не смогу больше, там действительно очень такая скрупулезная работа. Всего 5 мест на диагностический аудит. После эфира вам будет отправлена запись эфира, и будет как раз-таки там ссылка на аудит бизнес-системы. Вот вы сможете нажать эту ссылку и записаться ко мне на аудит, но только всего лишь 5 человек. Кто понимает, что уже сейчас хочет получить аудит своей бизнес-системы, вы можете прямо в комментарии просто написать аудит, и я с вами в личку свяжусь. А так обязательно обратите внимание, под записью этого эфира, кто будет смотреть в записи в том числе, если вы успеете, то вы можете записаться на аудит бизнес-системы, и какой результат вы получите после него. Мы с вами сделаем майн-карту с индивидуальной стратегией по привлечению платежеспособной аудитории в ваши соцсети, как вы ведете, неважно, это Телеграм, там, или Инстайл, или ВК, а также схемы запуска вашего продукта через делегирование и автоматизацию. То есть прямо на майн-карте вы сможете потом взять и применить, взять и внедрить. То есть сможете убрать расфокус в действиях, настроить свою систему продаж, выстроить рабочую продуктовую линейку, которая мягко переводит аудиторию из продукта в продукт, причем на автомате. Легко доносить ценность вашего продукта или услуги, настроить трафик, делегировать задачи команде, какие там именно ваши истории будут, и выстроить себе онлайн-бизнес-систему, уделяя работе всего лишь 20% времени, получать 80% дохода. Как вам вообще информация? Мне удалось уложиться в тайминг, который я говорила. У кого какие инсайты сейчас, что для себя взяли? Напишите тоже в комментариях, потому что очень важно вот такую саморефлексию проводить, чтобы не просто так приходить на эфир и тратить время и ничего отсюда не уносить, как говорится, что вы для себя взяли, какие инсайты получили, вообще как вам информация? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Я пока почитаю, что вы пишете. Чуть подробнее о способах контроля работы результата ассистента. Артем, это можно сделать через самый простой вариант Google-таблицу, то есть где у вас будут вписаны ежедневные задачи, и человек по датам вам пишет отчет. Здесь вот как вам удобно на самом деле. У меня есть формат через Google-таблицу. Еще у меня ассистент также скидывает каждый вечер отчет о проделанной работе. Там занимает буквально там маленькое сообщение, но я понимаю, что она сделала. У нее есть инструкция, по которой она работает каждый день. Когда у меня какие-то запуски, ей добавляются определенные задачи. Ну и ежедневные также продолжают, продолжают она делать. Или, допустим, одно время я не публиковала рилсы. Вот сейчас заново начала. Сейчас, соответственно, у нее новая задача появилась по монтажу рилсы. Она их также выкладывает потом во всех моих социальных сетях, которые я веду. Ответила на ваш вопрос? Вот, ребята, жду от вас обратной связи. Как вам информация? Какие инсайты получили для себя уже сейчас? Что для себя взяли? Спасибо, Артем, пожалуйста. Если есть какие-то еще вопросы, мы можем с вами пообщаться даже голосом. Давайте я сейчас посмотрю, кто на эфире. Олеся, Анна, Светлана, девчонки, можете позадавать вопросики. Если вопросов нет, то, соответственно, сейчас после эфира будет опубликована запись, соответственно, вы сможете посмотреть, пересмотреть, взять для себя в очередной раз историю по делегированию у себя применить. Ну, и те, кто хочет аудит бизнес-системы в конкретно вашего случая, посмотреть, что у вас работает, что не работает, как это выстроить, вы можете нажать там на кнопочку аудит бизнес-системы, и там сразу автоматически мне придется сообщение, я с вами свяжусь, мы выберем удобное время. Так, сейчас посмотрю вопросы. Вопросов нет, да? Окей. А, нет, вот вижу, она пишет. Тогда ждем. Так, я пока с телефоном буду смотреть. Аудит бизнес-системы под все ниши, да? Ну, какая у вас ниша? Напишите. Здесь для экспертов, ну, как, твердых экспертов, неважно, какая ниша, ораторское мастерство, или вы репетитор английского, или вы коуч, или вы бухгалтер, не имеет значения. Вот, я же говорю, самые активные у меня сегодня Артем и Анна. Поэтому, скорее всего, ага, поняла, спасибо. Да, обязательно. Ну, и не забывайте, что для вас еще был подарок, вы, кстати, можете тоже почитать, уже применить у себя, сейчас я найду его, как эксперт и наставник увеличить свой доход в три раза, освободить 80% своего времени. Вы про твердые ниши, в B2B услугах работает. Ну, я сейчас работаю с экспертами, которые в онлайне продают свои обучающие программы, наставничество, сопровождение. Вот это больше для них. Но вообще у меня были клиенты, был, я помню, парень, он из, в общем, ремонт квартиры, или ванн, он говорит, я слил 300 тысяч на этих всех исполнителей, больше не могу, они все время у меня деньги сначала просят. Мы с ним поработали буквально неделю, но это немножечко такой другой формат работы по внедрению рабочей связки. И он взял себе 4 человека, наспытательный срок, без каких-либо денег. Вот, соответственно, здесь Артем, под запрос надо посмотреть. То есть, если у вас, смотря какая ниша, вы мне напишите, если нужен аудит, да, я позадаю вам несколько вопросов и отвечу, смогу ли быть вам полезной. Хорошо? Окей, было неплохо про аудит. Хорошо. Тогда вот вы сейчас после эфира сможете записаться. Так, тогда трансляцию я закрываю, у вас вопросов больше не осталось. Была рада вас всех видеть. Вы активная аудитория, мне понравилось с вами общаться. Прямо интересно. Вот, ну что, до встречи тогда, до новых. И увидимся на аудите, те, кто запишется. Все, всем пока. Спасибо. 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 Спасибо.